Всем привет! Меня зовут Андрюс Тапинос и все во мне, ну вообще все, и мое имя, и мой акцент говорят о том, что я представитель западных культур, чуждых восточному менталитету и нахожусь в одном шаге вымирания, так как живу в Прибалтике, да? Но такова наша участь, держаться тут, пока другие держатся там. А именно так называется наша программа. Давайте смотреть. Вот вы спросите, как вы, литовцы, понимаете, что такое хорошо, а что такое плохо? Разве можно разобраться в геополитической ситуации, когда федеральные российские каналы не объясняют, как вам думать? Ведь это как узнавать от бабушки обо всех своих соседях в доме. Вроде бы назвала всех, но мнение бабушки вызывает подозрение, ну так как, ну вряд ли все твои соседи наркоманы, убийцы и женщины с пониженной планкой социальной ответственности. Современное российское телевидение очень похоже на соседа-алкоголика, который знает все, кто давит на президента, кто виноват в Сирии, как зарабатывать деньги и так далее, знает все, но почему-то из мебели у него дома только табурет и раскладушка, а деньги он занимает у тебя каждый месяц. Ну, возможно, у миллионеров свои причуды, но все равно вызывает подозрение. И отвечаю на вопрос. Мы читаем, смотрим и слушаем разных людей, в том числе и телевидение, но выводы делаем свои. В этот год в плане высоких гостей выдался в Литве урожайным. С лекциями и семинарами, а также с Божьей помощью к нам приедут Далай-Лама, Папа Римский и Моника Левинский. К нам едет ревизор. Как предполагаем мы, едет она к нам с какой-то проверкой. Оценить, хорошо ли поднимается экономика нашей страны, достаточно ли твердая у нее политика по отношению к таможенному союзу, и не осталось ли пятна на репутации нашей страны на фоне глобальных вызовов. Но давайте напомним, кто такая Моника Левинский и чем она знаменита. 20 лет назад в далеком 98 году основной функцией российского президента были смена премьеров, игра в теннис, дирижирование оркестром и своевременный выход из самолетов. И сложно поверить, но про Путина тогда не знал никто. Но Казахстаном и Белоруссией управляли те же люди, а Украиной руководил Кучма, которого в год избрания Путина переизбрали на второй срок. И если в Украине и Америке успели сменить тех президентов, то в России пока нет. В 98-м Америку сотрясал скандал с президентом Клинтоном, который Монику не бил, который Монику любил. И на Монику обрушилась волна хейтеров. И вот сейчас она приедет к нам в Литву с лекцией на тему, как бороться с хейтерами, негативными комментариями и прочими дислайками. Моника Левинский разделила мир на два лагеря. Одни ее оправдывали, другие критиковали. И этим она напоминает президента России. Посудите, все факты налицо. Оба пришли в президентскую администрацию молодыми. На обоих обратил внимание действующий президент. И оба сохранили на себе пятно из прошлого. Но речь сегодня не о Монике, не о Владимире и их в трудном положении. Речь обо всех россиянках, которые находятся в опасности. Не за горами чемпионат мира по футболу. И в Россию приедет огромное количество болельщиков. А болельщики это практически всегда мужчины. И пока Россия пытается отбить нападение всего мира на их суверенитет, болельщики мира готовятся к нападению на российских женщин. Аргентинским болельщикам и журналистам раздали пособие по соблазнению россиянок. В брошюре есть несколько пунктов, перед которыми не устоит, наверное, ни одна россиянка. Например, аргентинцам рекомендуется принимать душ, хорошо одеваться и пользоваться парфюмом. Что, конечно, не до конца понятно. Ведь и среди российских мужчин достаточно таких, которые и выглядят и пахнут хорошо. Ну, взять хотя бы депутатов и чиновников. И тут все объясняется второй частью брошюры, где аргентинцам рекомендуется не задавать женщинам глупые вопросы, не хвастаться деньгами и не врать. Вот и все. Это сводит на нет любые попытки депутатов и чиновников соблазнить российскую женщину. А их, судя по всему, не особо женщины и интересуют. Но соблазнять в России можно не только женщинам. Для соблазнения полицейского нужна визитка местного прокурора или судьи. Для обольщения прокурора нужен номер телефона местного депутата. Для покорения депутата нужны деньги. А для денег нужны обещания красивой жизни и хорошо подвешенный язык. Ну, в общем, как и женщинам. Девушки, женщины, россиянки, вы главная надежда страны. Если у сборной вашей нет никаких шансов, то вы, милые женщины, не поддавайтесь и не верьте. У сборной Аргентины нет ни одного ашота. А Криштиану Рональду не может говорить с армянским акцентом, даже если он мамой клянется. И пока женщины в России не поддаются заграничным мужчинам, заграница пытается не поддаваться России. Министр обороны Эстонии, ну, казалось бы, какая-то вымышленная должность, но он существует, и утверждает, что Россия пытается выдавить из Балтики корабли НАТО. Одновременно с этим российские корабли были замечены вблизи водных границ Латвии. Основная гипотеза моей программы – это то, что Россия пыталась каким-то образом открыть новый путь в Индию. Но, как и Кристофор Колумб, нечаянно приплыли не туда. Но это обычная российская практика. Сначала заявить, а потом смотреть, что из этого получится. Боремся с коррупцией и запрещаем телеграмму. Немного пошумим, но по итогу чужь муть и компот. Объявляем о майских решениях и до очередного переизбрания пытаемся их воплотить. Ведь не получилось, не беда. Будут еще одни невоплоченные указы мая. Это как попытки России попасть в пятерку крупнейших экономик мира. Каждые два года откладывается еще на три. Но если приплыли к Балтийским берегам, значит чего-то хотят. Возможно, теперь, по примеру Колумба, они пытаются пойти на контакт с прибалтийскими дикарями. Но для начала найдут несколько местных аборигенов, которым расскажут, как прекрасен русский мир. И как не надо с ним бороться. Подарят ленточек в обмен на пару сувениров. Ну а позже начнут спаивать местное население и выменивать наш лен и янтарь на обещание дешевых ресурсов, превращая наших стран в ЭНР и два идентичных ЛНР. Но тут есть пара нюансов. За время ухода от социалистического прошлого наши страны пусть и не очень, пусть и медленно, но продвинулись на пару шагов вперед. А русский мир откладывает продвижение с каждым выбором. Но вы не подумайте, что мы испугались российского флота. Пусть плавают. Главное, чтобы к берегам не прибывало. Ведь не так страшны российские корабли, как шестой американский флот, который угрожает великой морской державе Беларусь. Этот мост может помешать, единственное чему, так это проходу шестого флота США, который будет перебросан, по словам Госдепартамента, несколько лет назад, к берегам Белоруссии. Этой новости, конечно, больше всего обрадовались белорусские моряки. А то ходили по подворотням, шатались, как на палубе во время шторма. А тут, оказывается, у Беларуси выход к морю есть. Испугать эта новость должна была Украина. Может быть, Захарова случайно раскрыла какой-то военный план. Синие белорусские человечки без опознавательных знаков собираются захватить территории до Азовского моря. И даже шестой американский флот не сможет их остановить. Во-первых, мост. Мост сдержит авианос. Во-вторых, белорусский флот во главе с атомным катамараном Александр Последний, с матрацами поддержки и надувными кругами сопровождения, пройдя по Днепру, даст отпор любому противнику на Азовской мели. Но наша передача считает, что белорусам опасаться нечего. Потому что толерантный американский флот вообще не может находиться в Черном море. Вот как только переименует в Афроамериканское море, вот тогда и держитесь там. От морских держав перенесемся в страну с винной акваторией. Ведь новости из Молдовы не могут не радовать. Как оказалось, эта страна лидер по борьбе с пропагандой. Пока западные страны думают, как с ней бороться, запрещая фейковые страницы, ограничивая работу любящих деньги и не любящих принципы журналистов, президент Додон перешагнул всех. Взял и пригласил пропаганду к себе. На дне стакана вино, в стакане красное дно. Я обещаю одно, с тобой все решено, как это было давно. Вы только посмотрите на довольное лицо Игоря Додона. Складывается ощущение, что он не только встретился с пропагандой, но и победил ее в неравном бою. Один против трех средств массовой информации. Прессы, радио и телевидение. И чувствует он себе как в сказке. Три девицы под окном и царь Додон. Игорь Додон поинтересовался мнением коллектива о стране и народе Республики Молдова. А также особо отметил тот факт, что в Молдове очень любит пропаганду. То есть непонятно, что имел в виду президент. То ли песни группы, то ли СМИ. Но ведь не только пропаганда могла бы посетить с официальным визитом Молдову. Существует огромное количество музыкальных групп, которые пришлись бы ко двору царя Додона. Ну так, в президентской администрации рады были бы российскому премьер-министру. Особенно тогда, когда на дворе ласковый май. А после встречи с девчонками из пропаганды, рефлекс отработан и даже Виагра не нужна. А у этой группы, что не песня, то гимн президенту. Да, эта песня могла бы быть еще и гимном Беларуси. Вот все говорят, что в Беларуси, кроме Лукашенко, достойных людей нет. Ну, видимо, поэтому постоянно приглашают наидостойнейших из-за границы. И вот на прошлой неделе футболный клуб «Динамо Брест» объявил, что пост президента клуба займет Диего Марадона. Между тем, согласно законодательству, использовать название должности президент в Беларуси может только президент Беларуси. Так, либо Марадоне придется подождать, пока законодательно утвердят титул императора, и освободится президент, либо просто для него введут должность король белорусского футбола. Либо, учитывая некоторые пристрастия, барон Брестский. Ну, как бы там ни сложилось, с официальной должностью Диего, по словам представителей клуба, получит все, в чем будет нуждаться. Уж чего-чего, а картофельного крахмала в Беларуси хоть носом ешь. С другой стороны, переговоры проводили на английском. И, скорее всего, Диего неправильно понял слово «брест», что на английском значит «грудь». А «грудь» — это молоко. А молоко дает корова. А корова — это еще и мясо. А мясо — это колбаса. Вот так логично можно объяснить то, что еще одна старая звезда будет привлечена в Беларусь. Депардье — официальное лицо белорусской колбасы. Колбаса Депардье. Звучит неоднозначно. А вот сосиски Жерарки — самое то. Французский актер известен своим пристрастием к вину. Этим можно объяснить данную пиар-акцию. На трезвую голову на такое согласиться, в принципе, невозможно. А если хорошо подпоить и других звезд, то вскоре можем услышать о том, что официальным лицом Бреста стала Памела Эндерсон. Стас Ярушин мог бы стать лицом потребительной корзины Беларуси, потому что у него маленький рот. И мало ест. Официальным лицом белорусского парламента должен стать человек-невидимка. Столония должен стать официальным лицом трактора Беларусь. Потому что, несмотря на возраст, постоянно выпускает новые фильмы. В общем, пашет как может. А лицом всей Беларуси надо сделать Бога. Так и будут говорить. Там у Бога. Ну, пока белорусы пытаются оживить футбол насчет старых игроков, рядом в Украине пытаются нажиться на болельщиков. 26 мая финал Лиги чемпионов. И пройдет он в Киеве. А Киев славится своими низкими ценами и так привлекателен для туристов, во всяком случае для наших литовских, которые падки на халяву. Но, не тут, а было. Киев семимильными шагами скачет в Европу. Ну, а кто не скачет, кто не скачет, тот москаль. И путь свой начинает с резкого поднятия экономики. А конкретно цен на гостиницы и квартиры в день финала. Цены подняли на, то есть в, ну, то есть правильнее сказать, в на десятки раз. Что уж там такого рассказали украинцам про безбедную жизнь европейцев, что подумалось им, будто болельщики готовы платить по 2-3 тысячи евро за ночь в украинских трех, четырех и даже восьмизвездочных гостиницах. Кстати, уже через неделю в лакшери-апартментах можно переночевать и за 35 долларов. Остается только порадоваться за киевлян, у которых хоть на один день, на один день, но все будет очень хорошо. Плохо будет у болельщиков, которые получали письма об отмене бронирования гостиниц и с предложением снять тот же номер даже не в три дорога, а в пять или восемь дорога. Оказалось, что не все европейцы могут позволить себе такое удовольствие, и в сети появилась информация о том, что фанаты Мадрида массово отказываются от билетов. Это фиаско, братаны. Но хули. То есть хитрые украинско-литовские интеллектуалы нашли выход из ситуации. Есть неоднократно проверенная рабочая схема. На главной площади столицы нужно разбить палаточный городок. А там себе и лозунги кричи, и фаеражги, и знаменами размахивай. Пригонят полицию на площадь, а фанаты Ливерпуля им такие «You will never walk alone!» Есть, конечно, опасность, что эта благотворительная акция приведет опять к очередной смене власти в Украине или еще каким-нибудь, не дай бог, возвращением исконно русских территорий Мадридом Реальским. Шутки шутками, но есть и порядочные люди в матери городов русских. Некоторые киевляне готовы бесплатно принимать у себя болельщиков. Вот, оказывается, Киев не без добрых людей. Ну а самым добрым оказался президент федерации футбола Андрей Павелько, который дал поиграть с Кубком Лиги Чемпионов своей дочурке. Ну и как накинулись на него в соцсетях, как волки! Знаете, я вам честно скажу, я бы и сам с ним поиграл. Если футболистам не удается сыграть за кубок, так пусть хоть дети с ним поиграют. Остается надеяться, что болельщики доедут, ребенок не сломает кубок и ничто не мрачит праздник футбола, который подарит всем нам Реал и Ливерпуль. Последний, кстати, будет стараться изо всех сил, ведь победа будет лучшим подарком в честь свадьбы принца Гарри и Меган. И порадует бабушку, которая на самой свадьбе была не в лучшем расположении духа. Может, потому, что Тамада был не очень, а может, потому, что не смог приехать богатый друг из Чукотки, которого в честь такого праздника оставили без визы. Совпадение? Не думаю. А сейчас давайте поговорим о совпадениях. Что, например, может связывать Российскую Федерацию и Израиль? Ну, кроме борьбы за исканные территории. Только роли разные в этой борьбе. Еще, допустим, любовь к деньгам. Умение договариваться так, чтобы выгодно было одной стороне. Ну и то, что и те, и те поклоняются святыням и мощам. Только в случае Израиля они давно похоронены, а в случае России живее всех живых, да еще и перезбирается. В обеих странах за одну неделю было аж три повода праздновать. Только в России эти поводы были с правительственным душком. Ну, во-первых, инаугурация Путина. Это даже не повод. Это такая скучная традиция. Скучная без фантазии. День Победы тоже не показал ничего нового. На параде даже не было не имеющих аналогов супертанков, у которых сгорела бы коробка передач. А о празднике первого мая, точнее, о празднике солидарности рабочих, вообще трудно что-то сказать. Вроде бы праздновать должен рабочий класс, а на демонстрации выходят все остальные. А вот был бы этот день при святых олигархов. Вот, это я понимаю. Тогда вот был размах. Шли бы по Красной площади Ротенберги, Дерипаски, Керимовы, несли бы транспаранты с надписью «Олигархи всех стран, объединяйтесь» или «Не Америка, единый сыт человек» или «Деньги, деньги, еще раз деньги». Это было хотя бы в контексте нынешнего времени. Поэтому на этом фоне праздники Израиля выглядят более настоящими, более живыми, что ли. Во-первых, эта страна отметила 70-ю годовщину своей независимости. Во-вторых, победительницей престижного песенного конкурса «Евровидение 18» стала певица из Израиля Нета Барзилай. Девушка, мягко говоря, не телевизионного формата. Хорошо, что не формат решают в конкурсе песен. Одни скажут, не умеют петь. Ну так вроде умеют. Тогда песня плохая. Но это дело вкуса. Все равно плохо, потому что все купили евреи, и они всем миром управляют и делают все, чтобы нам плохо жилось. Вот такой российско-арийский вариант. Ну, допустим, они правы. Тогда нужно немножко подкорректировать позицию. Миром управляют евреи и ирландцы. Почему ирландцы? Так ведь они чаще остальных выигрывали этот несчастный песенный конкурс. А славянским миром управляют украинцы, потому что их представитель чаще всего выигрывал славянский базар. Вот очень влиятельный народ — эти ирландцы и украинцы. Ну, в любом случае, Израиль радуется своей победе и даже не сильно обращает внимание на третий повод. Не так давно израильские защитные войска в клочья разорвали военные объекты Ирана в Сирии. С результатом Израиль — 70, Иран — 0. Это тоже уже стало скучной традицией. Все несмотря на то, что там была еще одна не имеющая аналогов в мире русская гордость. Противовоздушная система «Панцирь». Ну, так сказать, еще одна вещь, которая 70 лет связывает Израиль и Россию. Россия поставляет арабам передовую военную технику, а Израиль разбивает ее на молекулы. Тогда Россия подчесывает голову, думая, что это арабы, не умеют ее пользоваться. Разработчики садятся за мольберты, чертят новые модели, пишут арабской вязью инструкции по использованию, чтобы даже российские военные понимали, и отсылают инструкцию арабам. А Израиль вновь ее уничтожает без какого-либо угрызения совести. И в то же время премьер-министр Израиля Бениамин Натаньяху отправляется в Москву, тем самым наделав много шума. А все из-за этого, что, как его нежно называют Биби, пристегнул колорадную ленточку у себя. Ну, во-первых, у Израиля особое отношение к победе над нацизмом, отличающееся от большинства других восточных и среднеевропейских стран, для которых 9 мая означает замена одной оккупации на другую. Коричневой на красную. А для всего еврейского народа это было не освобождение, а спасение. А во-вторых, это не был особый визит. Натаньяху приехал в Москву уже десятый раз и всегда приезжает решать какие-то дела. Ну, что решал в этот раз, ну, это можно понять из того, что уже на следующий день Кремль сообщил, что не будет посылать в Сирию знаменитую противовоздушную систему С-300. Хоть и пугали, что вот-вот вышлет, и тогда молитесь все, американские и еврейские лядчики. А после разговора оказалось, что не будут посылать. Да и в планах такого не было. Дальше еще интереснее. Видимо, Натаньяху сообщил Путину, что, ну, так и так, Владимир Владимирович, завтра будем бомбить вашего местного союзника Ирана. Точно? А может, не надо? Надо, Вова. Надо. Но в нас не попадете? Ведь у нас там регулярная армия, и их там нет. Ну, если они будут держаться безопасного расстояния. Ох, Бениаминушка, мы будем тише воды, ниже травы. И разве ради такого дела нельзя нацепить георгиевскую ленточку? Да и ради такого можно и майку Димы Билана нацепить, и Шириновского признать самым прогрессивным политиком России, и даже не шутить над прической Трампа. Конечно, по нашим меркам колорадки выглядят очень невкусно. Но, как говорится, не нравится, не жри. Просто Израиль это та страна, которая лучше всего доказывает, что о своей защите ты должен заботиться сам. Если начал защищаться, то делай это и до конца. И на сегодняшний день это сравнительно небольшая страна, в которой всего 8,5 миллионов жителей занимает 15-е место по мощности армии. А по разным рейтингам ходит в топ-десятку мировых стран по экономической конкурентоспособности и интонации. Ее ВВП не путать с тем, который не царь, лишь на восьмую часть меньше, чем ВВП Российской Федерации. И все это с учетом того, что всего 100 лет назад евреи стали возвращаться в свою историческую пустыню и скупать земли. Без каких-либо полезных ископаемых нефти, газа, альмазов или других ресурсов за 70 лет они смогли создать чудо. Несмотря на атаки, взрывы и шантаж. А сейчас еще и в Евровидении выиграли. Шалом, Израиль. Вот сейчас мне скажут, что это ты тут распинаешься про Израиль? Денег захотел? Ну, если дадут, лишними не будут. А закончим народной еврейской мудростью. Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а финансовые расходы. Поэтому вы можете решить наши расходы на платформе Патреон, а мы постараемся легче смотреть на ваши проблемы. Все. Всем пока, до следующей недели и держитесь там. Субтитры создавал DimaTorzok